Здравствуйте! С вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Сегодня мы подготовили для вас сюрприз. Поскольку струны транспорт Юницкого уже имеют славную историю, то с данного выпуска в наших еженедельных новостях появляется новая рубрика «Этот день в истории SkyWay», в которой мы будем напоминать вам о памятных датах. Помимо этого, мы по-прежнему держим вас в курсе событий на производстве подвижного состава, на строительстве инновационного центра SkyWay в Эмирате Шарджа и анонсируем одну небольшую, но приятную новость для партнеров проекта. А теперь обо всем этом подробнее. Продолжается разработка стенда для испытаний дверей Юнибуса Ю4-212-01, который поможет на ранней стадии определить в частности эффективность инновационной системы уплотнений, позволяющей уменьшить габарит дверного проема и тем самым комплексно оптимизировать массово-габаритные характеристики самого Юнибуса и всего транспортного комплекса. Ведется конструктивная проработка уникального амортизатора для аварийно-буксировочного устройства. Это позволит снизить как массово-габаритные размеры, так и стоимость системы. С помощью стенда испытания компрессоров собственной разработки проведен первый этап тестов системы микроклимата, собранный из компонентов, которые будут использоваться на вновь разрабатываемых транспортных средствах, предназначенных для эксплуатации в тропическом климате. Уже можно констатировать, что все параметры системы соответствуют расчетным данным, а покупные элементы удовлетворяют характеристикам, заявленным производителям. Идет подготовка ко второму этапу испытаниям в термокамере. Своего рода ранняя валидация эксплуатации в тропическом климате. По его результатам определиться, насколько эффективна и надежна система микроклимата будет работать в реальных условиях. За текущую неделю в инновационном центре Skyway в Эмирате Шарджа осуществлялись следующие виды работ. Внутренняя отделка анкерных опор, кладка стен, монтаж внутренних коммуникаций. Устройство фундаментов промежуточных опор второй линии. Уже забетонированы три из них. На уходящей неделе также производилась металлизация путевой структуры. В эко-доме продолжается внутренняя отделка деревянных стен, устройство полов, кровли и прокладка коммуникаций. По состоянию на сегодняшний день смонтированы все наружные двери и окна. Ты помнишь, как все начиналось? Все было впервые и вновь словами популярной песни «Начинаю» анонсированную рубрику «Этот день в истории Skyway». Пять лет назад был заявлен меморандум о приобретении исключительных прав на ноу-хау «Общепланетарное транспортное средство Юницкого». С тех пор обладателем исключительных прав на секреты производства «Ноу-хау» является его автор, разработчик и генеральный конструктор Анатолий Эдуардович Юницкий. «Общепланетарное транспортное средство Юницкого» — это геокосмический транспортно-инфраструктурный комплекс многоразового использования для безракетного освоения ближнего космоса с целью создания и функционирования околоземной космической индустрии в будущем. Четыре года назад в Москве состоялась международная конференция инвесторов проекта Skyway. С пленарным докладом выступил основатель проекта и генеральный конструктор технологии Анатолий Эдуардович Юницкий. В своем выступлении он рассказал о том, как создавался проект, а также затронул ряд принципиальных вопросов, которые ставил перед собой, разрабатывая концепцию струнного транспорта. Речь шла о том, какие глобальные задачи предстоит решить технологией Skyway и какие цели стоят за выведением ее на мировой рынок. Три года назад в Белорусском экотехнопарке Skyway приступили к монтажу ферм путевой структуры на городской высокоскоростной трассе. Чтобы не затруднять работу бригады, занятой на строительстве пассажирской станции или транспортно-логистического узла Skyway, совмещенного с концевой анкерной опорой, установка металлоконструкции стартовала со второго 50-метрового пролета. А теперь перенесемся в наше время. Хочу напомнить вам о событии, которое не касается непосредственно компании-разработчика технологии Skyway, новости которой я до вас и доношу, но тем не менее оно является исключительно важным для всего нашего проекта. В связи с достигнутыми успехами группа компаний Skyway объявила о завершении 13 этапа развития и переходе на этап 14.1, который состоится 5 декабря 2019 года в 23 часа 59 минут по московскому и минскому времени и будет сопровождаться снижением текущего дисконта. Также могу порадовать всех сторонников инновационной транспортной технологии новостью о Черной пятнице. Мы узнали, что 29 ноября состоится распродажа в интернет-магазине Skyway. В этот день можно будет приобрести товары со скидкой до 70%. Таков наш традиционный краткий отчет о прогрессе в развитии струнного транспорта Юницкого за прошедшую неделю. Следите за обновлением официальных сайтов Skyway, подписывайтесь на наш канал YouTube, поддерживайте наш проект и вам всегда будет что вспомнить. Строй Skyway. Спасай планету.